Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Диана Новицкая у нас в студии. Общественный деятель, политик. Добрый день. Добрый день. Ну, сначала такой вопрос, который не могу вам не задать. Выборы в Европарламент основной день, конечно, завтра. Но мы знаем, что было три дня предварительного голосования. Но, как выяснилось, большие проблемы у нас с организацией вот этого процесса электронного. И вообще, многие люди сейчас вот приходят на участок, выясняется, что они даже в предварительном порядке могут поголосовать только на своем участке, хотя им обещали, что в предварительном режиме может быть по всей Латвии. Вот ваше ощущение, Диана, это как бы не заставит, может быть, и ваших знакомых просто не участвовать в этих выборах? Вы знаете, я тоже думала о том, чтобы проголосовать заранее. И весь этот скандал и ситуация на самом деле заставили меня задуматься о том, что же делать. Ведь это была достаточно удобная услуга. И выходные могут быть другие планы у семей, у молодых людей. И, конечно, я считаю, что это очень большой риск не попасть на выборы тех людей, которые хотели это сделать. И, конечно, 21 век, и такая ситуация, это абсолютно недопустимо. И я буквально недавно смотрела репортаж, где бывший президент Эстонии имеет возможность и показывает, как можно, например, эстонцам проголосовать, даже сидя в парке на лавочке в Риге. А у нас ситуация просто выпиющая. Поэтому я считаю, что это огромнейший риск не увидеть избирателей на участках именно в субботу. Но я, несмотря на эту ситуацию, все-таки сделала выбор в пользу того, чтобы проголосовать обязательно. И я поменяю свои планы. И в субботу рано утром пойду на избирательные участки. Вот не будем раскрывать секрет, чтобы не обвинили какой-то предварительной китайцей, за кого вы голосуете. Не суть важно. А почему вообще для вас было важно проголосовать? Потому что, ну, очень часто слышим и на улице, и у знакомых, ну, во-первых, 8 человек от Латвии. Что они решают? Во-вторых, ну, Европарламент как-то. Где Европарламент, а где мы? Вот почему для вас было это важно? Вы знаете, я очень ответственный человек. Я всегда считаю, что нужно обязательно сделать то, что ты обязан сделать. Во-вторых, я буду голосовать за тех людей, за работой которых я слежу, которым я доверяю. И я знаю, что если будет такая возможность им попасть и в Европарламент, то они будут представлять именно мои интересы как жители Латвии. Я считаю, что это очень важно найти в списках именно те персоны, которые заслужили ваш голос именно делом. И такие персоны есть, в списках их можно найти. Поэтому я считаю, что обязательно нужно идти голосовать, потому что это наш долг. Не пойдете вы, не пойдет еще 10 человек, тем самым мы увидим явку. Хотя, конечно, учитывая ситуацию, которая была при выборах в Сэйм, и мы видели, какая ситуация была дальше, у людей опускаются руки, и они не хотят идти голосовать. Это, к сожалению, такая тенденция есть. И вообще выборы в Европарламент явка низкая, потому что люди не очень понимают, а что будет. Потому что они же не знают, что выбрали, а дальше люди просто пропадают на определенный срок, и потом опять появляются на плакатах. Да, уже ближе к следующим выборам. Да, ближе к следующим выборам. Но все равно те люди, я думаю, которые следят за выборами, за ситуацией, все-таки очень важно быть активными, политически активными. Просто касается политической активности, вот я знаю, что вы очень активно сотрудничаете вот этой АПКМС Бедреба, вот эти, ну, фактически это в микрорайонах такая группа активистов, если говорить простым языком, которым не все равно, вот, как живет город, и как живет их микрорайон, где они проживают, с детьми, семьями. Они пытаются что-то улучшить даже своими силами. Да, вот, может быть, несколько слов об этой работе, что там происходит, насколько это важно, и вообще, есть ли такая связь, там, не знаю, с властью, между вот этими обществами и властью. Ну, прежде всего хочу сказать, что любой человек, которого интересуют ежедневные какие-то заботы, ну, например, как добраться до садика, как пройти прогуляции или проехать на велосипеде. Это все те хозяйственные вопросы, которые решает наша Рижская дума. И одно дело – это сидеть на заседаниях, в комитетах, в кабинетах, подписывать какие-то документы и так далее. Другое – это непосредственно общаться с жителями, с людьми, которые непосредственно живут в определенном микрорайоне, и понимать, какие же у них насущные проблемы, понимать, чем живет конкретный микрорайон. Я, например, сама из Саркандаугова, и я знаю, что очень активная у нас есть Бедриба, которая занимается тем, что изучает, какие вопросы мы можем решить самостоятельно. И Рижская дума начала поддерживать, на самом деле, в лице Олега Бурова вот эти инициативы. Даже есть программа сейчас, где группа лиц, которая представляет такую Бедрибу, могут подать даже проект, где они, например, до 100 тысяч евро могут написать проект, что бы они хотели инициировать и даже, возможно, получить финансирование. Самое важное – очень четко понимать потенциальную смету. Конечно, хотелось бы, например, там, я не знаю, построить мост или еще что-нибудь, да, но надо понимать, что есть какой-то бюджет определенный. И это может быть детская площадка, это может быть скамейка, это может быть какой-то, не знаю, красивый садик, где, может быть, вы хотите сделать какой-то, я не знаю, полуогород для того, чтобы учить детей, как, я не знаю, растет морковь. Ну, я очень грубо сейчас фантазирую, да. Это тоже может быть. Почему нет? Это тоже может быть. Например, в Лондоне очень много. Кстати, таких парков есть спецы, потому что многие дети, они растут и не понимают, откуда берется морковка, да, и поэтому есть такие инициативные группы и проекты, где именно такие вещи популяризируются. Например, микрорайон Иманта, микрорайон Агенсканс, очень много разных ситуаций, очень много разных проблем. Например, недавно мы были с представителями Рижской думы в школе номер 72 в Пенгараксе и общались как со школьниками, так и со взрослыми. Я вам должна сказать, что даже школьники 10-й, 12-й класс, у них очень много идей, и буквально недавно даже награждали школьников, которые шли со своими инициативами, именно для того, чтобы свой микрорайон улучшить. Потому что нельзя жить только в своей квартире. За нашей квартирой тоже есть та среда, которая, в принципе, формирует город. И я очень рада, что вот движение вот этих бедрей, басапкаемс, бедрей, оно набирает обороты, люди становятся активными, они видят, что власть идет навстречу, есть программы, есть возможность встретиться напрямую с ответственными лицами, и это очень интересно на самом деле. И тем самым мы начинаем лучше познавать наш город. Не только какие-то рекламные слоганы, что мы решим какие-то ваши проблемы, но конкретные действия, которые потом следуют после такого общения с жителями. Да, вот если еще говорить и об этих обществах, не столько об обществах, сколько о рижанах, вот, может быть, это такой стереотип, но есть такое представление, ну, люди, зачастую многим людям присущи эгоизм, это неплохо, нехорошо, но это данность. И вот там опытные представители самоуправления, которые давно работают, они говорят, что вот с одной стороны понятно, что такая человеческая сущность, но обидно. То есть мы сообщаем, что мы отремонтировали в таком-то микрорайоне вот эти внутриквартальные дворы. Мы знаем, в каком состоянии они находятся, иногда там ни проехать, ни пройти. Их отремонтировали, и они об этом публично сообщают, что там, не знаю, в районе Пурсимса вот такая-то улица, такой-то двор, мы отремонтировали. Ну, естественно, те жители, которые там проживают, они им благодарны. Но те, кто проживает в соседних районах, до которых очередь не дошла, может быть, не сразу дойдет, потому что сколько этих тысяч дворов, да? Может быть, земля там частная. Ну, понятно, что люди эти юридические нюансы не знают. И они говорят, кричат, что вот нам плевать, что там где-то сделали, а у нас же ничего не сделано. Ни проехать, ни пройти, дума плохая. Вот то же самое, что там с мостами, то, что вы отремонтируете школу и детские сады очень хорошо, но вот вы мосты запустили. Вот как с этим быть? Вы, наверное, тоже с этим часто сталкиваетесь, общаясь с людьми. Ну, конечно, во-первых, главное – это прозрачный менеджмент со стороны Рижской думы, так, чтобы все процессы были ясны. И второе – ну, это критическое мышление со стороны наших жителей. На самом деле можно ведь понять. К сожалению, не всегда люди понимают грань, где есть ответственность, например, Рижской думы, а где ответственность государства. Например, мы привыкли к тому, что, например, здравоохранение на достаточно низком уровне. Кого виним? Власть. И уже не думаем, это Рижская дума или это государство. Так же и здесь. Не вникаем, начинаем критиковать. Это, мне кажется, я как социолог тоже могу сказать, конечно, это нормально, есть разные группы людей. Но мне нравится то, что мы сейчас все больше и больше, Рижская дума старается эту информацию делать открытой, все больше и больше встречаться с людьми, объяснять, потому что вот эта работа по разъяснениям, она нужна. И чем больше появляется таких активных людей, которые потом таким сарафанным радио передают хорошие новости или возможности, то это очень здорово. Есть, конечно, так называемые диванные критики, мы знаем их, да, и это... Которые всегда всем недовольны. Которые всегда всем недовольны, но мне кажется, если смотреть в целом, то все равно в Риге есть очень много замечательных объектов, замечательных дворов и детских площадок, где дети хорошо проводят время, с семьям есть куда сходить, туристы приезжают, смотрят и радуются. Поэтому здесь шаг за шагом просто нужно выполнять те обещания, которые были даны, выполнять те планы, которые прописаны, естественно, смотря на то, какой есть доступный бюджет и есть ли как минимум строители или компании и бригады, которые доступны, чтобы можно было реализовывать ремонты в правильное время в срок. Потому что то, что мы видим сейчас, зачастую, я думаю, многие автоводители согласятся. Мы едем, мы видим, что закрыто движение, например, только одна полоса, а не одного работника. Я как бизнесмен могу сказать, что это очень большая проблема сейчас, найти людей, которые могут это делать качественно, которые получают за это достойную заработную плату, где субподрядчики могут нормально платить, соответственно, и все налоги и так далее. То есть это очень большой комплексный вопрос. И Рига огромное хозяйство. Да, вот мы еще об этом тоже поговорим, но раз вы затронули тему работников, но мы знаем, что предприниматели, кстати, и по линии конфедерации, работодатели торгово-промышленная палата, все в один голос говорят о том, что мы, конечно, были бы рады, чтобы вернулись наши, которые уехали. Но будем реалистами, но сколько их вернулось и сколько их вернется, понятно, что это быстро не будет. Поэтому давайте приглашать тех, кто готовы работать. Ну, имеется в виду гастарбайтеры. Ну, правительство пока крайне относится к этому, часть, пока не менее, негативно. Что с этим делать? Я так понимаю, что многие компании в отчаянии уже завозят людей из Средней Азии, там, из Украины и так далее. Да, это, я думаю, очень большая проблема. Особенно это касается работников, скажем, низкого звена. Это так называемые работники, скажем, по каким-то черным, так называемым, работам. И что делать? Я думаю, что рынок надо открывать. Я все-таки за это. Почему? Потому что у нас реальная нехватка кадров. И зачастую, даже если работник приходит к тебе на интервью, то его запрос настолько высок, что ты не можешь обеспечить ему такую заработную плату. Не потому что вы жадны, а именно исходя из… Именно. Ты просто исходя из тех обязанностей, которые прописаны на определенную должность, ты просто не можешь платить такие деньги, да, учитывая, что… А то бизнес весь рухнет, да. Да, 70% мы платим налогов. Будьте по-другому что-то, конечно, мы говорили бы совершенно… То есть, это налоговая нагрузка, она не снижается по большому счету. Да, именно так. Поэтому вопрос о том, чтобы возвращались наши соотечественники, я думаю, это все утопия. Это абсолютная утопия, и это просто какие-то рекламные сфоганы. То есть, они недели получают больше, чем тут люди в месяц? То есть, естественно. Если нет даже нормальной какой-то политики по возврату, да, ну, то есть, чем мы просто тем, что здесь красиво и хорошо, ну, извините, я думаю, что в Испании, наверное, намного лучше. Диана Новицкая у нас в студии, я привелся ненадолго, новости рекламы, не переключайтесь. Диана Новицкая у нас в студии, еще раз добрый день. Вот перед тем, как, может быть, еще поговорить о Риге, буквально несколько слов, раз уж мы упомянули вот тему налогов, вам, как предприниматели, это все очень близко. Нам говорили, что вот эта вот налоговая реформа, что все-таки вот это то, то, что надо. И там и налоговую нагрузку на труд снимет, правда, в результате там, по-моему, получился хаос этой дифференцированной ставкой подоходного налога, и вот реинвестированные прибыли освободят. Но я так понимаю, что проблемы у бухгалтерии и бизнеса меньше не стало в результате налоговой реформы. Абсолютно, я с вами совершенно согласна, и бухгалтера действительно до сих пор мучаются, работники не все понимают, каким образом формируется это все, и поэтому очень тяжело. Единственный плюс, конечно, который мы заметили, это вопрос реинвестированной прибыли, да, это работает, это действительно очень большой плюс, и давно уже было пора, естественно, да, так как это было, например, в Эстонии известное дело. Поэтому все, что касается налоговой реформы, это такой блеф абсолютный, это очередная история успеха, о которой нам так давно говорили, и, к сожалению, мы живем, опять-таки, предприниматели, на самом деле, уже сейчас даже, думают только об одном – просто ничего не трогайте, оставьте хотя бы как есть для того, чтобы была стабильность и возможность работать дальше. Так нет, у нас же постоянно что-то меняется, у нас постоянно какие-то вещи, например, тот же банковский сектор, да, мы опять попадаем в серую зону, как это влияет опять на имидж наших компаний, да. Да, это вообще ужесточает даже отношение банков к клиентам. Да, именно так, да, многие компании закрывают им счета, то есть это сплошь, что касается валсинемума денности, мы слышим, что происходит в ресторанном бизнесе, да, как закрываются они. Поэтому это все неспроста, и, к сожалению, нагрузка на налоги именно работников, работникам очень сильно, скажем, ограничивает нашу конкретную способность, потому что те компании, которые работают на экспорт, они на самом деле способны здесь производить очень много хороших продуктов. Ну, производить это одно, но их нужно куда-то продавать при тех налогах, которые есть у нас на рабочую силу. У нас конечная стоимость продукта настолько высока, что любой поляк нас просто съедает своей ценой, и мы никогда не сможем конкурировать, скажем, на рынке и той же Германии. Почему? Потому что поляки рядом, и они могут предложить намного ниже цен. Да, вот возвращаясь все-таки к Риге, несмотря на то, что там мы не хотим, наверное, оспаривать деятельность правоохранительных органов, ну, какое-то ощущение такой компании создается, потому что люди, включая телевизор, там, заглядывают в интернет, и им каждый день сообщают, что вот там, 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 какие-то обыски, аресты, и в результате, ну, понятно, что оппозиция – это их такая обязанность критиковать, да, но создается ощущение уже, кто-то говорит, ну, вот, все в Риге плохо, никогда так плохо не было. Я думаю, что очень важно четко смотреть на вещи. Я считаю, что если кто-то где-то что-то нарушает, то он за это должен нести ответственность. В свою очередь, когда идет вопрос о такой политической расправе, и когда действительно день за днем появляются какие-то новости, кого-то арестовали, посадили за решетку, потом опять выпустили, и потом, например, на протяжении полугода об этом человеке опять ничего не говорят, и он спокойно или работает, или живет, и никаких дальше действий не происходит. И так годами, между прочим, да. И это очень похоже на какое-то театрализованное представление, в котором мы, как зрители, да, нас уже, по-моему, какими-то дурачками делают, и на самом деле, в целом, это не создает никакого позитивного настроя. У людей и так очень много дел, что делать, да. Заботиться о семьях, ездить на работу, зарабатывать деньги, чтобы бизнесменам оплачивать, опять-таки, зарплату и так далее. И тут постоянно вопрос только посадки, посадки. Окей, если бы оппозиция предложила бы очень четкий план, что будут делать они, как будут делать они. Мы видели, как они сформировали правительство, мы видим, как они работают сейчас в Сейме, мы видим, как-никак, что происходит сейчас, когда у нас выборы в Европарламент, и я прошу прощения, невозможно проголосовать. Это где ответственность тех деятелей, да, которые, извините, делают свой пиар. А где это 500 евро минимальная заработная плата, не облагаемая минимум 500 евро? Да, где все это? Правда, я не понимаю, как они это мыслили, потому что, а где будет платить 500 евро? Если предприниматели могут заплатить работникам 500 евро, они уже это делают. Именно. Потому что работников, как мы констатировали, не хватает, да? Как это по приказу же вряд ли это случится. Ну, видимо, они как-то думают, что можно просто так сказать, но вот сейчас будет так, да. К сожалению, это все такой продуманный хороший пиар, это политические технологии, это то, что сейчас в мире происходит, что это очень модно критиковать, бунтовать, но когда доходит время до дел, то, к сожалению, мы видим, что это достаточно слабо. Поэтому я считаю, что здесь нам всем нужно прежде всего быть очень грамотными в восприятии информации. И если, например, мы где-то слышим определенную новость, важно проследить, как эта новость закончится и закончится ли она. Потому что повесить очень плохую бирку очень легко, и потом, к сожалению, репутация определенного человека, она может быть очень запятнана, хотя не всегда это объективно. Но еще раз повторюсь, я считаю, что за все нарушения обязаны люди нести ответственность. Если такие были, то должны люди сидеть в тюрьме. – Да. Вот говоря еще о бизнесе, все-таки у вас связано с производством, да? – Да. – И вот я от многих предпринимателей слышу, что никаких вот таких вот преференций, при всем уважении к бизнесу услуг, все важно, да? Но тем не менее те, кто что-то производит, какую-то добавленную стоимость, я так понимаю, что не чувствуется, что государство к производителям каким-то образом повернулось лицом вообще. – Абсолютно. Я вам скажу, что мы не то чтобы не чувствуем какой-то поддержки, мы только чувствуем какой-то наоборот, что сжимается круг, придумываются какие-то очень сложные процессы, где нам очень тяжело работать, ни о какой поддержке мы вообще говорить не можем. Даже если мы думаем и смотрим на какие-то фонды, то, например, наше предприятие, юридический адрес, и физически мы находимся на территории Риги. И, например, все те, кто находятся на территории Риги, особой поддержки не имеют. Есть много программ, например, для региональных или очень маленьких предприятий. Вторая проблема – мы, несмотря на то, что в Евросоюзе находимся, есть эта градация – маленькие предприятия, средние и большие предприятия. И есть вопрос большого предприятия – это оборот и количество сотрудников. И зачастую при количестве сотрудников, например, в моей отрасли, вот у нас 70 человек, количество сотрудников, а реализация за год превышает 6 миллионов. И, в принципе, получается так. По реализации мы как будто бы маленькие, а по количеству работников – большие. И непонятно ни туда, ни сюда, и какую программу мы можем получить, и какой будет уровень отбалсты, интенситата, то есть интенсивность поддержки. 85%, 90%, 70%. То есть очень-очень сложная градация. И на самом деле производители, я думаю, очень многие, кстати, производители, например, таких вещей, как квас. У нас, мы знаем, да, у нас в Сейме было буквально вчера, мне кажется, какое-то заседание, где все единодушно приняли, что нужно повысить налог на сладко содержащие напитки. А мы подумали в тот момент о хоть об одном производителе, ну, даже мы знаем, да, есть такие. А как это повлияет на их бизнес, да? То есть, с одной стороны, я… А латвийских производителей. Да, а латвийских. Я, естественно, понимаю, да, что должна быть определенная градация, но настолько хорошо обсудили с представителями этой отрасли такое решение, да. Поэтому я думаю… Вообще вам не обсуждалось. Нет, это абсолютно просто решили… Решение, что вот эта позиция, мы можем получить дополнительный доход. Сказали, что мы вообще-то о здоровье. Да, мы о здоровье думаем, да, и вот, пожалуйста, результат. И я думаю, что производители именно этой отрасли вздрогнули. Да. Ну что ж, еще много каких тем нужно было обсудить. Обязательно будем вас приглашать. Диана Новицкая у нас была в студии. Большое спасибо.